всем привет друзья у меня сегодня хорошие новости канарейка которая пошла на гибридизацию с реплом там у меня две одна с щеглом другая с реплом вот та которая с реплом сегодня начала вить гнездо сейчас я вам все наглядно покажу и расскажу как и что происходит в моем хозяйстве отправляемся непосредственно сейчас канарейка на дворе ночь светит луна все собираются на ярмарку в кропоткин вот мы подходим с вами в домик где живет канарейка с реплом видим в окне горит свет значит еще спать не легли сейчас зайдем в гости канареечки и крепу и посмотрим итак мы с вами в гостях у канареек вот они репел самец и самка канарейки эти две птицы сегодня у нас будут в главной роли сейчас я попробую крупным планом снять репла кто не видел вот такой у меня есть репел красавец репел у меня уже можно сказать одомашненный смотрите как спокойно реагирует на камеру то есть он не бьется нас самкой он перестал драться вон самка активно строит гнездо вот сейчас немножко не успел я зафиксировать давайте я вам так покажу я я положил в клетку специальный стройматериал и самка приступила но сегодня у нее уже второй день она строит гнездо вон натаскала полно сейчас я вам крупным планом сниму все это продемонстрирую значит вкратце и кто не в курсе я занялся гибридизацией для этого я использовал самца коноплянки или репел вот он прискакал и ему под подобрал желтенькую самку канарейки вот такую вот пытаюсь получить от этих птиц гибрида также еще есть щегол но тут улучшение пока у нас у репла птицу я птиц я посадил вместе они уже сидят примерно неделю первое время репел немножечко то ли шипел то ли пытался но он не клюнул он просто как бы открывал клюв и такие делал как бы атакующие движения но условно все это было мирно тихо он буквально за два дня за три дня не адаптировались и перестали абсолютно драться и вот буквально вчера самка нас приступила к строительству гнезда вот она подошла салат кушает видите как самка тоже не дико спокойная птица то сейчас на них светит прожектор камеры и птица ведет себя вполне адекватно видите я считаю то что если птица кушает рядом это значит птица доверяет птица спокойно просто некоторые птицы бывают прям бояться на палке сидеть а тут вот пожалуйста репел кстати очень хорошо поет сейчас он очень хорошо слушает видите как слушает таким умным взглядом значит по поводу питания лист салата постоянно изначально морковка была у меня тертая постоянно яблоки вставлял но я заметил что репел абсолютно равнодушен к морковке не знаю может у меня такой репел может у кого-то репел кушает морковку мой не хочет ну и поэтому чтоб морковка не сохла я предлагаю ему лист салата к салату он более аппетитно поедает салат вот самка покушав салат снова отправилась строить гнездо что она не хочет попозиливать мне бросает сразу весь стройматериал так стройматериал в данном случае я использую обыкновенная такая стружка которую я нашел в магазине этой стружкой были переложены авокадо то есть манга манга пришли к нам в коробках переложено вот такой вот стружкой она не очень мягкая ну так в принципе нормально ну и немножко перьев птица там я перья подбираю падают перья и все это тоже в клетку подкладываю и она строит из этого гнездо обычно я использую сено сено более мягкая нитки вату бинтики бумагу я не использую потому что на моей практике я ну немножко были трудности допустим ватка наматывалась на лапки бинтики тоже наматывались на лапки бумажка бумага там как угодно салфетка салфетка прилипает к яйцам когда канарейка несет и вот свежее снесенное яйцо она имеет небольшую влажность к этой влажности очень к этому важному яичку очень легко прилипывается бумажка или приклеивается вот самка опять решила подкрепиться так так вот обратите внимание сейчас ближним планом снимем посмотрим вон сколько надо скала там видите вот вот более справа и перья и шелух и эти самые щепки ну я считаю то что это уже начался первый шаг у них то что они познакомились самка начала строить гнездо я думаю что в скором будущем она возможно снесет яйца хотя все это тоже мы не можем как сказать предсказать да она может сейчас построить гнездо и не нестись ну это ж канарейки понимаете вот к примеру вот сверху сидят это тоже новая пара недавно сформировал домик гнездо поставил уже просидели пять дней до эти просидели пять дней самка еще вообще даже не думает гнездо строить вот так вот там что-то уже жует а тоже там кушали они сейчас у них ужин еще свет не тушат и кушают вот эти пять дней сидят еще не строя домик допустим здесь вот в соседней клетке это молодняк потом про молодняк отдельно съемку сделаем а вот салат потеряли так вот допустим здесь самочка уже высиживает вторую клоу вторых птенцов со второй кладки то есть она умница здесь у меня вылетели птенцы вон они сидят дремят ведь его это птенцы вылетели у этой пары уже вторая кладка попробую открыть вон они там один шоколадной расцветки тот который второй сидит он шоколадной расцветки вот это самка сделала уже вторую верни как 2 вторых птенцов она выкормила и вот сейчас несет уже яйца третьей кладки но это будет заключительно после 3 кладки она пойдет на отдых а вот вверху вот она сидит в гнезде сидит вот эта самка вот таким вот образом жизни своей живет уже у меня три месяца я имею ввиду то что она вот несется сидит то есть сидит в гнезде строит вот видите там у нее и морковка и выкидывает но снова строит но за три месяца она еще ни разу не снесла ни одного яйца хотя ее вот сестра одна уже третий раз начинает нестись другая второй то есть видите как все индивидуально ну и кстати здесь многодетная снова начала нести два яичка с самцом думаю самца убирать не буду возможно самцом будет более положительный результат так вот продолжим по поводу гибридизации клетку я разместил видите как немножко она у меня в глуши там получается уютно и канарейка строит гнезда кстати гнезда ребята вот такие гнезда можете заказать почтой цена одного гнезда 250 рублей кому надо пишите в личку там или в комментариях гнезда универсально крепятся под любую клетку тут есть проволока проволока такая она как бы и мягкая и в то же время если вы ее зафиксируете она вот на этой проволоке гнездо держится то есть можно удобно везде зафиксировать отправляю по россии почтой без проблем сколько хотите пришлю вот кстати сейчас это гнездо видите в эксплуатации держится довольно хорошо так вот если у вас нету времени чтобы плести вы можете просто написать я вам почты гнезда пришлю вот по поводу гибридизации я немножко переживаю как самка поведет себя понимаете если все хорошо сложится и она снесется дай бог я переживаю чтоб она была хорошей матерью чтобы она кормила своих птенцов потому что ну гибридизация у меня первый раз этот эксперимент как она будет не знаю ну хотя бы для начала пускай снесется и чтобы этот молодой красивый репел оплодотворил яйца потому что самка может снестись даже не оплодотворенные яйца главное чтобы репел оплодотворил вот такие вот у меня дела значит здесь потихонечку идет успех или как положительный процесс в общем пока процесс пока процесс гибридизации протекает довольно положительно рядышком соседствуют пенантовые розелы сейчас я вам их покажу вон они уже спать готовятся крышки поправляют вот кстати пенантовые розелы вот таким образом грызут очень хорошо ветки съедают полностью кору потом ветки обновляют ну ребята кто увлекается гибридом гибридами пишите свои мнения по поводу увиденного если хотел сказать если сталкивались допустим ситуации когда репел не оплодотворяет то на что нужно обратить внимание так по поводу кормления я вам не сказал мой репел уже полностью адаптировался и перешел на питание как канарейка но немножко тут у меня вы видите семечки подсолнуха то есть тут у меня овес семечки проса желтая канареечное семя рапс лен в принципе это что входит в состав ну вот смотрите видите они уже прыгают в принципе вообще не дерутся ну в общем грубо говоря человеческим языком птицы подружились нашли общий язык репел молодец такой спокойный хороший поет очень часто самочка видите вокруг гнезда и так и так и так но будем надеяться что все пройдет хорошо друзья всем удачи всего хорошего удачи в разведении птиц до скорой встречи продолжение следует все всем пока спасибо за внимание не наглядеться правда нужно долго смотреть такое ощущение как будто репел ручной да нет не ручной так я уже попрощался пора отключаться ставьте лайки не забывайте все и Продолжение следует...